МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Нью-Джерси поезд врезался в железнодорожный вокзал. По последним данным, трое погибших, более ста раненых. Информация постоянно обновляется. Возможно, жертв окажется больше. Катастрофа произошла с популярным пригородным рейсом Нью-Джерси-Транзит. Он влетел в станцию Хобокин. В этом составе было порядка 250 человек. Речь идет о рейсе 838, который влетел в терминал. Мы все еще устанавливаем причины катастрофы. Я не собираюсь сейчас стоять и гадать, что случилось. Трагедия произошла в утренний по местному времени час пик. Большинство раненых получили незначительные повреждения. А вот зданию вокзала нанесен огромный ущерб. Поезд протаранил перрон, снес несколько опор, обвалилась часть крыши. Много ранений пассажиры получили, просто дожидаясь внутри объявления своего рейса. До сих пор из-под обломков достают пострадавших, которые не могут выбраться самостоятельно. Стоит отметить, что Хобокин – пятая по загруженности станция в районе. Кроме того, это место пересадки с пригородных поездов на метро и на паром. Ведь станция расположена на берегу Гудзона. Переполох в аэропорту Гамбурга вызвали ручные гранаты, найденные в багаже туриста из Соединенных Штатов. Мужчину остановили, когда он проходил проверку багажа. На место тут же прибыли полицейские и пожарные. Пассажиров терминал эвакуировали, американца задержали и допросили. Как выяснилось, молодой кладоискатель пытался провести домой в качестве сувениров две ручные гранаты времен Второй мировой. Он нашел их на острове Рюген в Балтийском море, охоте с металлоискателем за монетами и украшениями на побережье. Гранаты оказались не опасными, у них не было детонаторов и они были наполнены песком. После проверки мужчине разрешили сесть на более поздний рейс Соединенные Штаты и все же взять с собой немецкие сувениры. Два льва сбежали из зоопарка Лейпцига. Им удалось преодолеть заградительную решетку и выбраться на волю, сообщает газета Бильд. Инцидент произошел рано утром до открытия зоопарка, поэтому никто из посетителей не пострадал. Сотрудники зоопарка смогли загнать одного из беглецов обратно в вольер. Во второго выстрелили капсулой со снотворным, но от выстрела лев стал агрессивным и его пришлось застрелить. В дирекции Лейпцигского зоопарка сообщили, что речь идет о двух молодых пятилетних самцах, которые не так давно прибыли на территорию зоопарка. Сотрудникам до сих пор непонятно, как животным удалось выбраться из вольера. Сейчас зоопарк работает в обычном режиме. Черногорец, перевозивший контрабандой оружие во Францию незадолго до теракта в Париже, получил 4 года тюрьмы. Суд Мюнхена признал 50-летнего мужчину виновным в незаконном ввозе и транзите боевого оружия и взрывчатке, а также в несанкционированном владении полуавтоматом с боеприпасами. В то же время немецкие судьи не признали подсудимого виновным в соучастии в подготовке теракта в Париже, который унес жизни более 130 людей. По мнению суда, черногорец не знал, кому именно предназначалось оружие, которое он пытался перевезти через границу. Моего подзащитного приговорили к лишению свободы сроком на 4 года. Решение суда говорит о том, что судьи правильно оценили ситуацию. Я доволен этим решением и мой клиент тоже. Напомним, 5 ноября 2015 года незадолго до теракта в Париже пограничники задержали гражданина Черногории, который в багажнике автомобиля перевозил многочисленные штурмовые винтовки, пистолеты, револьверы, две ручные гранаты, боеприпасы и около 200 грамм взрывчатки. Перевезти оружие черногорца попросил неизвестное, заплатил 2000 евро. Следствию не удалось выяснить личность этого неизвестного. Мой подзащитный очень нуждался в деньгах, жил в очень скромных условиях. Он работал поденчиком, имел большие долги, ему даже отключили электричество за неуплату, поэтому он за деньги согласился перевезти незаконный груз. При вынесении приговора суд принял к сведению признание обвиняемого, его сотрудничество со следствием, а также крайне тяжелое материальное положение. Коммерцбанк подтвердил намерение уволить более 9 тысяч человек до 2020 года. Всего в компании работают около 50 тысяч человек. Таким образом, увольнения затронут каждого пятого сотрудника. Впрочем, в банке заверяют, что одновременно создадут более 2 тысяч новых рабочих мест, поэтому фактически сократят чуть больше 7 тысяч сотрудников. Также банк планирует на время отказаться от выплаты дивидендов, чего не делал с 2008 года. Все это связано с реструктуризацией Коммерцбанка, второго по величине Банка Германии. Члены наблюдательного совета заявили, что теперь банк будет стремиться к достижению устойчивой прибыльности, сосредоточив внимание на частных и бизнес-клиентах, одновременно сократив инвестиции. Менеджеры банка прогнозируют, что реструктуризация позволит сэкономить 6,5 миллиардов евро в год. Еврокомиссия подала в суд на Германию. Брюссель будет судиться из-за платного проезда по немецким автобанам. Из-за того, что у граждан ФРГ пошлина за проезд по автобану автоматически вычитается из налога на автомобиль, взимание платы за пользование немецкими дорогами будет дискриминировать иностранных водителей, считают в Еврокомиссии. Брюссель начал разбирательство по этому вопросу еще в прошлом году. Между Берлином и Брюсселем завязалась интенсивная переписка. Министр транспорта Германии Александр Добринт неоднократно встречался с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, чтобы объяснить позицию ФРГ. Несмотря на это, опасения Еврокомиссии не были развеяны, сказано в заявлении, направленном в Берлин и Европейский суд в Люксембурге. Сам Александр Добринт заявил, что рад тому, что дело передали в суд и надеется, что Европейский суд поставит точку в этом вопросе. Напомним, закон о введении платы за проезд по дорогам федерального значения и автобанам в Германии был принят 27 марта 2015 года и вступил в силу в нынешнем году. Участники Организации стран экспортеров нефти на встрече в Алжире договорились сократить добычу впервые с 2008 года. С ноября добыча нефти будет ограничена уровнем 32,5 миллиона баррелей в сутки. Сейчас картель добывает более 33 миллионов. Конкретные уровни добычи для каждой из стран, входящих в организацию, будут согласованы на встречу ОПЕК в Вене в ноябре. Тогда же картель предложат не входящим в него производителям, таким как Россия, присоединиться к инициативе. Решение стран ОПЕК стало неожиданностью для трейдеров и привело к росту цен на нефть. Продолжающуюся четвертую неделю подряд падение запасов нефти в США также поддержало котировки. Утром в четверг фьючерсы на бренд торговались дороже 49 долларов за баррель. Это максимальный показатель с начала сентября. Рубль отреагировал незначительными колебаниями. 12-летняя историческая миссия космического зонда «Розетта» заканчивается. В пятницу ученые посадят ее на комету Чурюмову-Герасимова, возле которой «Розетта» кружилась с 2014 года. Теперь комета настолько отдалелась от Солнца, что солнечной энергии стало не хватать для управления космическим аппаратом. «Розетта» передала огромное количество новой и важной для ученых информации. И даже своим последним полетом зонда богатит багаж знаний Земля. Мы решили посадить зонды именно в этом регионе, потому что там находятся огромные стометровые ямы, которые имеют основополагающее значение для понимания активности кометы. Мы также сможем заглянуть в боковые стенки этих ям, чтобы увидеть, из чего она состоит. То есть в ближайшие дни мы получим фантастически ценные данные. «Розетта» — это первый космический аппарат, которому удалось приземлиться на комете, а также первый аппарат на солнечных батареях, которому удалось выйти за пределы Большого кольца астероидов. Зонд передал на Землю информацию, которая помогла лучше понять процесс формирования Солнца и нашей планеты. Зонд «Розетта» ответил на многие вопросы о том, как связаны кометы и зарождение жизни на Земле. Мы пришли к выводу, что все-таки не кометы доставили воду на нашу планету, но с комет на Землю могли попасть аминокислоты и другая органика. Эти элементы создали условия для того, чтобы на Земле появилась жизнь. Данные, собранные «Розеттой», дали работу многим ученым на долгие годы, говорит руководитель проекта Мэтт Тейлор. Похоже, ученые настолько благодарны 100-килограммовому зонду, что решили провести его в последний путь со всеми почестями. Мы решили закончить миссию «Розетты», когда она еще работает в полную силу. Я бы сравнил эту ситуацию с рок-группами 60-х или 70-х годов прошлого века. Некоторые из них все еще гастролируют, но это уже не то. Ревматизм мешает им играть на музыкальных инструментах. Поэтому мы хотим отпустить рок-звезду «Розетту», когда она находится на пике своих возможностей. Это будет ее лучший концерт. Завершение 12-летней миссии по изучению кометы Чурюмова-Герасимова можно будет увидеть в прямом эфире на канале НАСА. Ночью с 29 на 30 сентября космическому аппарату «Розетта» будет подан сигнал на сближение с кометой. Оно произойдет в течение 12 часов и будет сопровождаться комментариями специалистов.